Большой привет всем моим подписчикам, всем моим друзьям, всем пользователям YouTube, которые смотрят мой канал. Очень рад вас видеть на своей страничке. Сегодня решила записать новую серию пустых баночек, потому что очень-очень-очень много всего скопилось. Я считаю, что к Новому году нужно чистить свои запасы, чистить свои непонятные коробки. Я уже, по-моему, в каком-то видео вам показывала, что пустых баночек у меня накопилось. Вот столько это все они, поэтому нужно потихонечку от них избавляться. Вообще, не знаю, каким образом я буду выглядеть на камеру, потому что красилась в попыхах, и вообще у меня сегодня ужасно заболел зуб. Я вчера съела две упаковки Skittles, и они были немножечко старые, и я их разгрызала зубами, и моя десна не выдержала, и в общем, у меня сегодня болит зуб, и вообще какое-то ужасное настроение. И я подумала, что, может быть, к черту все, может быть, просто попытаться забыться, лечь спать. Я попробовала лечь спать, но у меня ничего не получилось. Я подумала, да, сейчас тот самый день, чтобы снять пустые баночки. В итоге я села, как только я стала говорить в камеру, она выключилась, потому что села батарейка, и в итоге я достала свою старую камеру. Видео будет абсолютно без монтажа, потому что я от него устала, и вы от него устали, и вообще, честно говоря, хочется какой-то душевности, да, потому что я устала смотреть вылизанные видео, вы устали смотреть вылизанные видео, которые сняты на идеальные камеры, на такие, на которые вообще позавидуют просто Голливуд. Вот, устала я, честно, я устала от этой гонки за софтбоксами, за лучшим качеством, за правильными словами, за правильными речевыми оборотами и очень прочей херней. Поэтому сегодняшнее видео будет из разряда старая Вероника. Вообще не хочу ничего из себя сегодня представлять. Все как есть. Сразу же давайте я с вами поделюсь не пустыми баночками, а подарками. Сегодня меня напугал мужчина, который был одет как Дед Мороз. Честно говоря, сердечная мышца моя испытала такую легкую аритмию. Было немножко странно, приятно, конечно, но мне почему-то включился сразу какой-то сексуальный подтекст, потом какой-то еще подтекст, и потом я подумала, что, в принципе, это просто переодетый Дед Мороз, и кому-то вообще сдалась со своим сексуальным подтекстом. В итоге мне привезли вот такую корзинку, я ее уже немножко раздербанила. Сюда ушла елочка, сюда ушли апельсины. Здесь еще, я так поняла, есть набор для создания глинквейн или чего-то подобного. Прислали вот такие вот новинки от марки Амбипюр. Скажу вам откровенно, вот такая серия Амбипюр, не конкретно зимняя, да, а вот эти вот именно баночки, это мои любимые дезодоранты. Они стоят иногда, ну, дороже, чем всякие обычные, но в среднем на них цена в магазинах в Москве где-то 90 рублей. Я очень люблю такой желтый, я люблю такой голубой, я люблю такой розовый. Они сильнее всего пахнут, у них очень удобное распыление. Ну, в общем, из дезодорантов Амбипюр мой самый любимый, поэтому я не смогла отказаться от такого подарка, когда я услышала, что это будет именно марка Амбипюр. Супер пахнет, я дома уже разбрызгала вот этот вот, знаете, который Apple and Spice. Очень приятный, пахнет не противный такой яблоко и корица, как мы привыкли, такой сладкий, а такой свежий, в общем, супер. И знаете, я тут сейчас набрызгала, вышла из комнаты, зашла, и прям вот реально запах Нового года. Вот этот мне понравился меньше, Winter Garden, он такой, ну, прям ёлочка. И к нему, соответственно, ещё идут вот такие вот постоянные, как это называется, арома подстанции, в общем, не знаю, что ещё, здесь были всякие печенья, ну, в общем, вот всё в таком духе. Давайте я приступлю к открытию своей огромной коробки. Честно, даже уже не помню, что в ней скопилось, зачем в ней это скопилось, кому это надо. Да, кстати, на мне вот такая вот пижама, да, я снимаю видео сегодня в пижаме. Не хотелось мне красиво одеваться. И эта пижама, она такая классная, во-первых, здесь сова, во-вторых, она из такого приятного материала, она такая тёплая и, ну, в общем, под сегодняшнее мое настроение. Итак, пустые банки, давайте начнём. Вот прям, что попадается под руку? Я здесь ничего не разбирала на какие-то подгруппы, потому что здесь просто такая моя личная помойка. Первое, что вы здесь можете обнаружить, и что я обнаружила, это гарнье, интенсивный уход, упругость, скраб для тела с сахаром. Из бюджетных скрабов, из таких вот, ну, доступных, я считаю, он один из самых лучших. Он реально хорошо работает как антицеллюлитный скраб, потому что там очень такие жестокие частички скраба из сахара. Он очень густой, он очень экономичный, легко выдавливается. В общем, мне его хватило на такое хорошее использование, прям, ну, наверное, на месяц. Но я, соответственно, им пользовалась не каждый день. Плюс у него очень приятный запах, как у всей линейки Горнье. В общем, пожалуй, это был один из немногих скрабов, которые я закончила, как вы видите, прям вот до конца, до конца. Очень довольна, очень хороший, замечательный. Почему нет? Следующее, что здесь есть, это вот такая вот штука, Милк, хорошее настроение, гель для душа капучино. Насколько я помню, я его покупала в магазине Fixed Price, то есть стоил он порядка 39 рублей. Мыться я им не смогла, потому что он слишком жидкий, слишком какой-то такой соплеобразный, назовем это так. В общем, два раза я им попробовала помыться, мне не понравилось. Пахнет он вкусно, химозным капучино, запах реально вкусный, такой вот такой шоколадно-капучиного-молочного, вот что-то такое, вот йогуртовый. Я в итоге его использовала как пену для ванны, но я считаю, что за 39 рублей, в принципе, можно это делать, и ничего страшного не будет. Вот, вы извините, я прям смотрю на себя, я просто отвыкла смотреть на себя в качестве вот этой камеры, потому что на зеркалке я выгляжу немножко по-другому. Следующее, что у меня закончилось, это вот такая вот линейка, о господи, как же удобно снимать на обычную камеру, не нужно ничего фокусировать. Это у нас марка Formavita, это, насколько я помню, то ли итальянский, то ли испанский профессиональный бренд для ухода за волосами. Он стоит не очень дорого, ну так, средний, с профессионалки, но он совершенно не раскрученный в России, поэтому ценник на него небольшой. Вот эта линейка, о, кстати, к ней сразу есть шампунь еще у меня, я его тоже закончила, очень достойная, очень неплохая по качеству, я бы, знаете, с чем сравнила, с Marocco Noel только стоит, реально в два раза дешевле. Офигенная маска, я ее использовала прямо вот совсем до самого конца, у этой линейки безумно роскошный, дорогой, такой сладкий, чарующий аромат бодрящего кофе. Какое кофе я вам сейчас прорекламировала, все пишите в комментариях. Вот, хорошая линейка, реально хорошая линейка для поврежденных, истонченных, испорченных волос, то есть она идет не для окрашенных, а именно для поврежденных волос. Очень-очень-очень советую, не скажу, что это бюджетно, это не бюджетно, это профессионалка, но которая стоит более-менее дешево, так что присмотритесь, я думаю, найти вы ее сможете во всяких вот магазинчиках, которые связаны так или иначе с профессиональной косметикой. Следующее, что у меня закончилось, такое вот, ну как это, не соль для ванны, ароматизирующее молоко для ванны от марки Маловаров. Ну, вы знаете, что я очень люблю эту марку, очень много у меня есть от нее продуктов, часто они мне что-то присылают на обзор. Последнее время, кстати, давно ничего не присылаю, надо к ним обратиться, рассказать вам о каких-нибудь интересных продуктах. Очень приятное, здорово, оно делает, оно не окрашивает воду, вот это вот, у них еще есть шоколадное, вот шоколадное я вам вообще не советую, потому что оно окрасило меня в ванну и все. Это, ну, вообще не камильфо, и выходить коричневый, у меня белые полотенца, и как бы я потом не вытиралась, у меня все-таки полотенца грязные, какие-то обосранные, ну, в общем, нет. Ну, да, я знаю, что нельзя использовать слово обосранное в видео, и я знаю, что бренды на это негативно реагируют, но я так от этого-то всего устала, ну, вот. Ну, что делать, если ты реально вот достаешь себя из ванны, вытираешься, и у тебя все в коричневом цвете каких-то какашек, некрасиво. Поэтому берите себе спокойно козье молоко, хорошее, вкусно пахнет, прям даже я бы так сказала термоядерно, да, термоядерно пахнет, очень вкусно, очень приятно, реально смягчает кожу. Достойное средство, расход у него высокий, так что присмотритесь, нужно вам это или нет. Следующее, что у меня закончилось, это вот такая вот маска, это у нас бренд Revlon, не знаю, видно вам или не видно, в общем, это бренд Revlon, марка называется Flex. У меня она была для окрашенных волос, восстанавливающая маска для окрашенных и поврежденных волос, очень хорошая линейка. Вообще, я марку Revlon по уходу за волосами не радую, не жалую, очень часто она попадалась в каких-то бьюти-коробочках, в основном это были какие-то спреи для волос, мне они совершенно не нравятся, мне не нравятся, как они пахнут. Эта штука мне попалась в MaxiCase, я не помню, был у меня обзор на MaxiCase для волос или нет, но, в общем, это была в MaxiCase, так бы я об этом продукте вообще не узнала. Очень хорошая, густая, качественная маска с приятным ароматом. Вот здесь аромат был реально приятный, такой, знаете, немножко фруктовый, какой-то ягодный, густая, обогащающая, супер. Стоит, кстати, тоже недорого, поэтому, кто ищет хорошую маску для волос, присмотритесь. Закончились вот такие вот салфетки от марки L'Oréal, мягкие очищающие салфетки, абсолютная нежность. Вообще, я не поклонница снимать макияж салфетками, но иногда, когда вот, ну, совсем лень, ну, вот совсем лень, то можно. Но это бывает крайне редко, это бывает раз в месяц, как бы, и раз в два месяца. Вот, в основном я сейчас все-таки перешла на ватки и на мицеллярную воду, потому что она смывает всю дрянь с лица до конца. Это смывает не до конца, но их хорошо использовать в дороге, в поездках, в каких-то таких вещах. Поэтому, да, хороший, достойный продукт, но я больше люблю такую же, только голубенькую или зелененькую, она идет для более жирной кожи, там мне нравится больше. Раз уж мы заговорили о не термальных водах, а о мицеллярных водах, у меня есть вот такая вот от Диадемин, она мне досталась тоже на обзор после какого-то мероприятия. Три в одном очищающий спрей, в принципе, он был неплохой, подкупает то, что здесь вот такая вот штучка. Ее можно разбрызгивать на лицо и смывать ватками, но мне так делать не нравилось, потому что ты сидишь и такая, как слезы Джокера, короче, не очень красиво. Я это все равно все пшикала на ватку и, в общем-то, смывала. Хорошая, справлялась даже со стойким макияжем глаз, но единственное, глаза приходилось достаточно сильно тереть. Если это попадало на слизистую, слизистая не сразу резко щипала, а глаза краснели потом. То есть, ну, для лица, точнее, для глаз я бы не советовала, а вот, ну, для лица, для губ, как бы, в принципе, очень достойно. И еще раз повторюсь, очень удобно, что вот этот вот такой спрейчик, ну, прикольная штучка, как бы, почему нет. Закончился у меня продукт, который я узнала благодаря блогеру Вике, Ковка за Кэт. Викуля, привет. Мы этим продуктом пользовались на наших занятиях по макияжу. Это вот такая вот очищающая жидкость для кистей, чиничета. Найти ей замену практически невозможно, потому что этот продукт сугубо профессиональный. И такие средства, каким является это, да, то есть вы наливаете в маленькую какую-нибудь, ну, стопочку, в маленькую стопочку данное средство, окунаете туда чуть-чуть кисточку и вытираете ее об салфетку или о какой-нибудь там ватный тампончик, да, вот, ватный диск, ватный тампончик. Это что-то у меня к месячным какой-то, ватный диск. И кисть абсолютно чистая. Кисть абсолютно чистая, не меняет, ворсинки не меняют форму, меньше портятся, чем при агрессивной помывке, которую мы любим устраивать кисточкам. Единственный минус данного средства, что оно безумно летучее, что его нужно использовать очень-очень мало, то есть оно подходит для очищения кистей, которые в основном используются для глаз или для губ. Очистить этим средством кисточку для лица можно, но у вас уйдет очень много средств. Такая банка стоит 500 рублей, нигде дешевле не встречала. И в покупках у меня будет, купила я еще две себе такие на официальном сайте Чиничета. Очень хорошее средство. И во-вторых, что мне нравится, оно, конечно, дико воняет таким, ну, как вот, таким странным спиртом, но потом пахнет очень приятным цветочком, и кисть у вас тоже так пахнет. Поэтому всем своим подписчицам рекомендую присмотреться. Очень хорошее средство. Чем лишний раз реально мыть кисточки, окунули чуть-чуть, или иногда даже если у вас кисть не особо грязная, можете на ватку налить это средство и протереть кисточку. Тоже хорошо отмывает. Супер, я довольна. Следующая вещь, которая у меня лежит в пустых баночках, это спрей от марки Бозли. Он у нас идет для усиления кровообращения кожи головы, чтобы меньше выпадали волосы. У меня здесь осталось где-то половина. Мне оно почему не нравилось? Его нужно использовать на чистые волосы, но он их пачкает. Поэтому мне не очень нравится. На данный момент я сейчас начала еще пользоваться... Господи, как же эта марка называется? Ниоксин. Прям целый набор ниоксин. У меня шампунь, бальзам и спрей. Об этом я расскажу уже, наверное, в следующем году, когда будут какие-то результаты. Это средство неплохое. Оно действительно вызывает покраснение кожи головы. То есть оно работает. Но от того, что оно очень сильно пачкает волосы, я никак не могла понять, когда же им пользоваться. Поэтому выбрасываю. Следующее, что я выбрасываю, это будет вот такая вот сыворотка от Estee Lauder. Идеалист. Вообще очень странный продукт. Одно время все с него дико перлись. И я в том числе. И дальше возникает как бы вот такое разделение людей. То есть, в принципе, если вас этим средством намазать, оно понравится вам. То есть 99% из 100 говорят, что средство приятное. Но либо это средство дальше у вас начинает на лице абсолютно спокойно, прилично и достойно себя вести. И вы продолжаете им пользоваться. Как базой, которая выравнивает тон кожи и которая сужает поры и которая забивает немножечко поры. Либо у вас это средство резко начинает вызывать появление мелких прыщей, забитых пор. Вот либо так, либо так. Первое время, когда я купила это средство, я относилась к первому типу людей. То есть, мне оно очень нравилось. Оно действительно как-то сокращало поры. Макияж на него ложился лучше. Запах у него очень приятный. То есть, такое вот реально люксовое средство. Через какое-то время оно у меня стало дико забивать поры. В общем, у меня осталась половина. И я тут уже пыталась им еще раз пользоваться. Но у него уже прошел срок годности. Он поменял запах. Поэтому приходится выбрасывать. И, честно говоря, устала я бороться уже с этими прыщами. И ничего хорошего. Так, следующее, что я вам могу показать. И, наверное, это будет уже какой-нибудь сегодня последний продукт. Потому что уже записей и так много. Вы устанете. Это вот такой вот крем-вид для удаления волос. Я им удаляю волосы на руках и на ногах, когда мне не лень и когда мне не жалко денег. Реально удаляет волосы очень хорошо. Я держу прям вот как в описании написано, там, минут 10, как бы. И прекрасно себя чувствую. Мне нравится. Я покупаю в такой большой тубе. Самое оригинальное. Очень хорошее. Ну, я даже не знаю, что еще можно рассказать про марку ВИД. Все ее знают. Я не пользовалась их восками. Я покупаю этот вот оригинальный крем. Очень-очень приятный. Мне кажется, он и пахнет нормально. Ну, да, мяком немножко подванивает. Ну, что делать? Надо же как-то волосы удалить. Так что ничего страшного. Вот. Спасибо за внимание. На сегодня была такая серия у нас баночек. Я могла бы еще очень долго говорить. Может быть, я даже продолжу в следующий ролик. Просто вам будет уже некомфортно и неинтересно смотреть. Очень много информации. Спасибо вам. Напишите, пожалуйста, мнение о продуктах, которые я сегодня показывала. Пользовались вы такими, не пользовались. Нравятся они вам, не нравятся. Сходятся ваши мнения с моим, не сходятся. В любом случае, большое вам спасибо за потраченное время. Я знаю, что мои ролики длятся очень долго, и что вы тратите реально там 16-20 минут своей жизни на меня. И от всего сердца, от всей души я надеюсь, что мои ролики приносят вам радость, позитив. Если они вам не приносят таких эмоций, то просто не смотрите их. Смотрите фильмы, смотрите других блогеров. Я ни в коем случае не претендую на то, чтобы стать главным блогером всея Руси и вашего внимания. Кому нравится, смотрят. Кому нет, нет. Всех вас очень люблю, целую. Хорошего вам настроения. И себе хочу пожелать, чтобы у меня поскорее прошел зуб, потому что я уже хочу поесть, а есть не могу, потому что жутко-жутко-жутко болит. Вот. В общем, наверное, это все. Пока-пока. Пока-пока.